МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа «Новина региона» у студии Алена Милешанкова. Вітаю вас сьогоднего выпуску. Заробок и терміны его выдачи у центра УВА. Монтаж сучасных обсталеваний в операционных покоях и дел Могилевским областным онкологичным диспансерам. Колькость выпадков шаленства в Могилевской области знижается. Про это не только у нашем выпуске. Федерация профсоюзов протягивает мониторинг. На это раз увага специалистов прикована до заробки и терминов его выдачи. Утым ликун на предприемства, які трапили под финансовое оздоровление. Держава и президент специальными указами пайшли на меры по знижении их податкового тяжару и долгу. Кап, іншими словами, дадать глыток свежего поветра. Не думать хоть некий час про финансовые проблемы. А трымать доход и пустить ягу у справу. И вядома не забываться об працонах. Для фермы Кадзина, где идти уборка томатов, новый сезон принесет без малого 1300 тонн свежегороднины. Краху ранее больше за 2000 тонн огурков. А яширцы буль – бульбу моркву для стабфонду. Вось только заробить на таким ураджай и у гэты раз не отримается. Цены не покрывают выдатки на заховывание. А гэты без малого 450 тысяч рублей страту. Ух, что год. Коли б не свой молочно-товарный комплекс, який увели устрою летость и добрый валзбожа, пришлось б тяжко подтримав 253-й указ президента. Провели реструктуризацию банковских кредитов, снижение всех процентных ставок до минимального 3-процентного уровня. Средства мы можем направить на рост объема производства. Естественно, часть денег идет на увеличение заработной платы. Капсами працовники отчули на собе выникит такого оздоровления сочет профсоюзы. Заработная плата стала выплачиваться регулярно, в сроки. Надо отметить, что коллективный договор данной организации достаточно существенные льготы предоставляет работникам. Эти льготы не выхолачиваются, не приостанавливаются, а осуществляются в полном объеме. Могилевскому предприемству «Вяснянка» новые правила гульнил. В процессе оздоровления принесли льготы по выплате долгов и одновление платежа с дольности предприемства. А еще и цикавость сбоку заказчиков. У новой стратегии развития предприемства заявилась больше уластной продукции. В этом году уже 15% в агульном объеме. Достигнута положительная динамика по всем финансовым показателям. Мы имеем полноценную стопроцентную загрузку, положительную рентабельную работу. По итогу 9 месяцев предприятие вышло на чистую прибыль порядка 130 тысяч рублей впервые за 5 лет. А еще стали выплачиваться зарплату без познений и повеличили ее. На думку Федерации профсоюза, это головный выник оздоровления предприемства. Ситуация стала изменяться и в самых, сдавалось бы, проблемных сферах. АПК и бдауниши глиния. Андрей Шуляк, Андрей Ястребов, Василь Фаталіев. Новин региона. Выконание законодавства об компенсации шкоды от злочинства и правопорушения у державе юрдичным особам повинно быть больше эффективным. Как это сделать, обмерковали на координационной нараде у прокуратуры в области. Все лета шкода от злочинства в области перевысила 5 миллионов рублей, а компенсована она только на полову. По меркованию прокурора, окроме этого, до значной шкоды приводить безгосподарчасть, нерациональное выкорастание палеоноэнергетичных ресурсов, порушение природы ахоунного и земельного законодавства. Прокурорские проверки показали, что такие факты есть, как отзначили на нараде, это обумолена недостатковой работой контролюющих органов, керывников субъекта господарания, посадовых особ, мясцовых органов улады. Серьезная проблема вертания предприемством грошей за поставленную продукцию. Сюрит из внешне протерминованная дебиторская запазыка склала 75,5 миллионов рублей. И упороунание с початком года повеличилось на 11,5%. В интересах предприятий заявляем много исков экономической суды, которые удовлетворяются. Я хочу сказать, что в текущем году только благодаря действиям органов прокуратуры в бюджет уже поступило порядка 17 миллионов рублей. По выниках нарады удельники распрацовали шерох мероприемств, которые накированы на повышение эффективности, компенсации шкоды от злочинствов и правопорушений. Алена Соловьева, Сергей Карпяков, Новины Региона. У Могилевским областным онкологичным диспансеру у новом корпусе демонтаж сучасных обсталяваний у операцийных покоях. Гэта будуть самые передовые операцийные у регионе, яке дозволить повеличить колькасть лапарскопичных операций для онкологичных ворых. У Могилевской области што год каля 10 тысяч пациенту проходить стационарное лечение у онкодиспансеры. Им робить каля 5 тысяч операций. Про новые махчымасти могилевских онкологов у нашим репортаже. На суперкуявлению, што у операцийных павінна быть ўсё белым, и у керамичной плитцы сучасные операцийные пакои мают іншые интерьеры. У передовых операцийных стены сине-фіолетового колеру. Але самое важное, што тут адмысловая система кондицеявання и очистки поветра, бо часам операций могут довжиться шмат гадзін. Новые операцийные пакои створены для патрэбов сучасной онкологии. И пациенты, и докторы мкнутся скоротить пирэйт паміж выявлением пухлины и операцией ПАЕВа-далінні. Темболі, што тепер операцийное умешальніство може быць лапароскапічным. На сьогоднішній день наші возможности були ограничені где-то в районі 15-20% от всього количества операций. Во всім мере тенденція к росту количества таких операций. В некоторых лідіруючих клиніках она доходит до 90-95%. Наші возможности, думаю, ближайші годы на 50% выйти. Це как минимум, ну і розвиваться в цьому направліні безусловно, ми будем дальше. Што гуд у Могилівській області выявляється каля 5 тисяч нових выпадків онкології. За 10 селітніх місяців уже 4,5 тисячі. Захворюємость на рак, на жаль, повеличивается. І хірургічний метод застається основним убрать без їм. Получення данного оборудовання, данного корпуса позволить именно развивати данное направление хірургії і обеспечити жителі нашого города, нашій області самым современным леченням. Але лучше не боліть. Лучше не боліть, конечно. А для этого, конечно, це профилактика онкологічних заболівань, здоровий образ жизни. Я призываю вас задуматися об этом еще раз. И жить это здорово, прежде всего. И жить здоровым это здорово вдвойне. Новый операционный блок, 4 поверхи, 8 операционных покоев. Реанимация побудовали за полтора года. После монтажу начиння у Снежній чекается его официйное открытие. Илона Иванова, Віталя Ляксейнка, Новини регіона. Чего ночный мост на участку Могилё Осиповича ремонтуется. У связи с ГЭТМ измененый час пробыця поезда номер 650 Брест-Минск-Могилё. Теперь замест 23, 1,7 хвилин он пробывает у 0,1 41 хвилину. Как поведомляют в Управлении идеологичной работы культуры и по справах молодежи Гарвы Канкама в связи с ГЭТМ 15, 16, 17, 29 и 30 листопада и 1 Снежня будет организованный додатковый рейс. Так от Чигуночного вокзала будут рухаться у отповедных час троллейбусы 4К, 5К, 2К у напрямках на Любуш, Аблгаз и Могилёв Трансмаш. И автобусы 1К, 4К, 8К отповедно поедут от Чигуночного вокзала на Фатина, Казимировку и Сяродню школу номер 13. Колькость выпадков шаленства знижается у Могилёвской области, так и в Могилёве в этом году их было зафиксовано только два. В город заходили хворые лисица и лось. Как поведомили специалисты Могилёвского Газонального центра гигиены и эпидемиологии, в паравнании с леточной ситуацией выпадков шаленства стало меньше у 2,5 разы. У 2016 годе их было 5. Самым небеспечным у гэтым плане был 2015 год, 25 выпадков. Тады регистраваліся хворые на шаленства лисицы, яноты и хатнія каты. Дякуючу профилактицы, якая проводіцца у в області, выпадкі захворвання шаленствам сяродлюдзей не регистраваліся с 2011 года. Могилёвчанка Анжела Жилинская, серебрэнный призёр чемпионату свету по самбо. Першинство проходила у Сочи. Наша землячка, якая выступала у ваговой категории 68 кг, сустрелась в фіналі з россиянкой Марией Махнаткіной. На жаль, поединок у беларуски не отримався. Уже на перше хвилині соперница провела болявый приём. Сустрэши была завершена детермінова. Серебрэнный медаль Жилинской поповнив беларуску скарбонку 42-го чемпионата свету по самбо. Борцы нашей краины завоевали 12 медалёв, у Тымляку 2 золотые. Усягон на Пьедесталу Соши узнімалися процтовніки 27 країн. Наступный сусветный форум самбестов пройдя празгод у Мілані. Новини про життя в області вы можете знайсці на нашым сайті tvrmogilio.by А я на гэтом з вами развітуюся. Доброго вам настрою. До зустрэч. До зустрэч.